Здравствуйте! Сегодня зелёный вторник, я Ирина Грачёва. Мы продолжаем нашу тему «Новогодние чудеса». И сегодня я хочу рассказать историю о обыкновенной новогодней или рождественской свечке. Почему это получилась история? При оформлении очень крупного мероприятия мы где-то в начале осени договорились о том, что у нас будет на столах красивая новогодняя композиция, в которой будут гореть живые свечи. И это будет так красиво, это будет так нарядно, так торжественно, как раньше в императорских домах. Зажигались свечи, и Новый год, и Рождество – это было что-то необыкновенное. И вот мы решили повторить такую историю. И случилось это в 2006 году, и, оказывается, к тому времени уже был запрещен в больших, крупных залах торжественных живой огонь. И мы даже хотели от этого отказаться, но вдруг нам рассказали историю о том, что с того момента, как мы сказали, что у нас будут живые свечи, в нашей компании работал молодой человек, у которого была мечта сделать предложение руки и сердца своей девушке при зажжённых свечах, и чтобы этих свечей было не менее чем тысячи. И вот это мероприятие у него как раз подходило под это событие. И он готовился. То есть это три месяца осени, три месяца зимы. И мы поняли, что вот сейчас у нас есть шанс осуществить мечту этого молодого человека и сделать это. Или что-то у нас не получится, и свечи, наверное, это просто какая-то история не про нас. И вы знаете, появились в продаже как раз тогда вот такие свечи светодиодные, которые исправили нашу ситуацию. И мы пришли и сказали, что свечи будут. И вы знаете, каково было чудо, когда у молодого человека всё получилось. Горело тысяча свечей. Он сделал предложение своей любимой девушке в канун Нового года. Она ему ответила, да, у них всё получилось. И мы были счастливыми свидетелями того, как зародилась такая традиция в семье новой, о том, что зажжённые свечи дают нам надежду на то, что обязательно всё сбудется и всё будет хорошо. Поэтому сегодня я пригласила Галину Монастырёву, председателя фонда «Москва и москвичи» на свою передачу, чтобы мы поговорили о традициях в Москве, связанных со свечами, с живым огнём, с таинством Нового года и празднования Рождества. Потому что я знаю, что она не только занимается Москвой, но она и владеет ещё некими другими информациями, потому что она возглавляет, как правильно называется ваш фонд? Это не фонд. При правительстве Москвы есть Совет по делам национальности, который объединяет все землячества и диаспоры, зарегистрированные в Москве. И я вот вхожу в правление этого совета и руковожу одной из крупных комиссий. Так что мы занимаемся как раз… Москва объединяет… В Москве проживает 163 народностей, в России 196, и все народы, которые здесь проживают, в Москве, вот как раз наш Совет по делам национальности, призван к тому, чтобы мы помогали им сохранять свои традиции, обычаи. И вы знаете, у нас в Москве проходит очень много праздников национальных, в том числе, конечно же, все народы по-своему традиционно отмечают и новогодние праздники. И мы знаем с вами, что в Москве… Москва, опять же, межконфессиональный город, который объединяет очень много людей разных религий. И мы с вами понимаем, что Новый год, да, то есть у иудеев начинается в декабре, и символизирует символ, да, Хануки, это семь свечей. Дальше у нас идет католический Новый год, который тоже проходит в московских замечательных костелах, где тоже зажигаются свечи рождественские. 6 января православные люди у нас отмечают свое Рождество, которое тоже связано со свечами. У нас в храмах горят живые свечи, но мы с вами знаем, что в паникодилах, да, то есть горят не настоящие свечи, а горят как раз те свечи, о которых говорила Ирина сейчас. А дальше у нас заканчивается в конце января, просто это плавающий праздник, мусульмане отмечают рождение пророка Мухаммеда. Поэтому у нас такой с вами, у москвичей, долгий праздник Рождества и Нового года. Поэтому и все они связаны со свечами. Так что вот. Я хочу сейчас показать, почему, например, используются за столом вот такие свечи светодиодные, они просты в использовании, они безопасны и легко можно крепить. И я сейчас говорю именно об искусственных композициях, потому что они легко могут быть выставлены на подоконнике, где у вас есть шторы. Они могут стоять около ёлки, где мы не боимся опасности возгорания. Поэтому мы их поджигаем, декорируем. Ну, я думаю, что и детки маленькие в доме, чтобы были, мы понимаем, чтобы это было безопасно. Если у кого-то животные, опять же, правильно? Кошечки, собачки. Я сейчас показываю, что они на самом деле очень подвижные и активные, да, такие свечи. И для них тоже нужны специальные крепления. Но в искусственных композициях, да, мы этого не боимся. Мы просто можем поставить побольше. Они вот так легко вставляются, эти свечи большие. Они будут у вас гореть. И даже вам не нужна никакая специальная система крепления для того, чтобы их поджечь. Замечательно просто, на самом деле. Есть свечи ещё бывают и маленькие, которые ещё проще использовать. Я думаю, что мы с ними справимся ещё проще, потому что они вообще ставятся сразу же наверх, то есть на искусственные композиции и на живые композиции. В том числе маленькие свечи я рекомендую использовать, потому что они намного проще, легче. Их можно прикрепить даже на самые вот просто вот невесомые композиции, и они будут гореть. Намного сложнее. Очень красиво. Спасибо. Намного сложнее. История обстоит с живой свечой, с живым огнём. Но зато настолько романтично, на самом деле. Вы такую романтичную историю рассказали. Вы очень красивые. Вы молодцы, что вы выручили этого молодого человека. Спасибо. Эту девушку была счастлива. Спасибо. Гали, я хотела спросить у вас, потому что всегда считалось о том, что свеча, когда мы зажигаем её, вот в этот момент, ну, раньше пользовались для того, чтобы осветить помещение. Было светло, чтобы мы видели. На сегодняшний момент, вот мне понравилось ваше слово, которое вы сказали, всё-таки свечи используются немножко для другого. Это такое таинство. Именно таинство. И не только же у нашего народа это используется. Это у всех. Конечно, да. Поэтому... Такая романтичная ситуация, в первую очередь. Поэтому, что бы мне хотелось сказать, если, допустим, здесь мы могли использовать искусственные композиции и искусственные свечи и не думать о креплении, то когда мы говорим... Это не таинство. Это красота. Это красота, это декорирование. А если мы говорим о таинстве, то в первую очередь, да, это должны быть или специальные подсвечники. Это очень важно, потому что всё-таки в них сразу же всё заложено для того, чтобы воск стекал по подсвечникам и не было никакой опасности, что у нас будет вместо праздника какая-то другая история. Главная надёжность, безусловно. Если вдруг получилось, у нас нет подсвечника. Но вот бывает, да, например, приехали мы за город, да, и неожиданно нас не оказалось. У нас всегда в доме есть какая-нибудь стеклянная посуда, которую мы можем использовать как нарядную. Я предлагаю использовать её именно вот в таком, в такой форме, переворачивая. Я думаю, что вы можете познакомиться с этим, там, как это сделать. Мы знаем, да, что немножечко поджигаем свечу, она приклеивается, и когда она будет стекать, она будет оплывать её, и то же самое, у вас не будет опасности возгорания. Но бывают случаи, когда нам всё-таки хочется поставить живую свечу, а у нас совсем нет подсвечников, да, и баночки, ну вот вообще ничего, нам хочется её закрепить. Есть такой специальный способ, он достаточно тоже может быть использован в доме. Как ракета выглядит. Да, да, или как шпилька. То есть вам понадобятся две какие-то палочки, ну я взяла шпажки для барбекю. Это такой дачный вариант, это дачный материал, загородный, где вы можете быть. Вы делаете вот такие шпажки, это будет или скотч, или изолента, ну всё, что у вас может. И вы их таким образом прикрепляете, у вас получается как шпилька. Но так как у нас всё-таки Новый год, мы её немножко декорируем. И я вообще предлагаю очень простой вариант. Мы её можем просто таким образом к веточке прикрепить, вот таким вот образом, вот так, как букетик у нас она получится. Да, то есть потому что если саму свечу мы не можем прикрепить, то если мы её прикрепим вот так, таким образом ленточкой, то это у нас уже будет как букетик. И дальше композицию мы можем уже интегрировать в любое другое пространство. Вот всё, что касается живой свечи. А ещё атмосферу новогоднюю, кроме живых свечей, расскажите, какие вот ещё, вот мне понравилось, что вы говорили про музыку, про ароматы. Есть же ведь ароматические какие-то свечи. Но лучше всего, мы с вами хотели поспорить, что я рекомендую искусственные, а вы говорите... Живая ёлочка всё-таки, конечно. И свечки тоже живые всё-таки. Я рекомендую. Поэтому для этого нам нужно запастись обязательно какими-то подсвечниками безопасными. Да, конечно. Да? Могут быть вот такие всевозможные, которые безделушки у нас в доме. Мы не знаем, куда их использовать, а на Новый год они создадут именно атмосферу. А ещё, вы знаете, у меня есть ещё такой момент, вот когда говорят, что вещи, которые у вас в доме, они, ну, иногда, вот, допустим, ты не знаешь, куда их. Вот и выбросить вроде бы жалко, да? На дачу. На дачу привезти. А вот когда её использовать, ты не знаешь. Вот я рекомендую всем, если у нас есть такая возможность, да, вот эти вот коробочки, здесь новогодние, рождественские рисунки. Это конфетки там были, наверное? Были печенье. Я предлагаю положить туда конфеты, но здесь главный секрет. Это тоже от какой-то игрушки, наверное, замечательная. То есть такая... Мы оставляем таким образом. Делаем вот такую небольшую композицию себе. Это хорошо как раз родителям, у которых маленькие детки, у них много всяких таких музыкальных игрушек. Вот надо их не выкидывать, а потом с детьми вместе делать вот такие вот композиции. Давать вторую жизнь игрушку. Мне кажется, очень интересно. Спасибо. Я думаю, что живые свечи мы можем обязательно использовать, но не должны не забывать о том, что всё-таки свечи – это больше признак Рождества. Конечно. Мы же сейчас как раз перейдем к этому. Да, и вот уже вот новогодние праздники. И вы знаете, мне ещё понравилась одна очень интересная история о том, что рождественскую свечу зажигают именно для того, чтобы показать вот как бы конец прошлого, да, вот был там прошлый год, а вот рождение нового света. И её вот зажигать, даже если это будет и живой огонь, но это должно быть именно тогда, когда вся семья собирается вместе. Потому что пока горит свеча, у нас возникают таинственные мысли, возникает такая определённая атмосфера. Рождение нового, Рождество. Это же мы, правильно? Рождается Новый год, рождается всё новое. Поэтому, конечно, это и есть таинство. Это же мы вкладываем в этот смысл, что мы ждём нового, хорошего, светлого. И как раз свеча дает этот свет, это тепло, эту доброту, и мы всей семьёй сидим вместе. Это значит, мы укрепляем себя, понимаете? Мы вместе, сердца наши вместе, руки наши вместе, мысли наши вместе. И жизнь наша в этот момент становится, мне кажется, светлее. И самое главное, мы в этот момент понимаем, что обязательно всё будет хорошо. Когда горит свеча, обязательно всё будет хорошо. Потому что всё, что было тяжёлого, какие-то недопонимания между нами, то в этот момент, пока горит свеча, и мы все вместе собираемся вокруг композиции, которая создаст ещё определённую атмосферу, наверное, будет ощущение того, что всё будет хорошо в этом году. Так так оно и будет. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно воспользуемся вашим богатым опытом и пригласим вас ещё на какую-нибудь нашу очередную подготовительную работу к Новому году. Спасибо большое, мне очень приятно. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...